Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Начиная с 27 апреля прошу и правоохранительные органы, и МЧС перейти на усиленный режим работы. Праздники, есть праздники, но праздники нужно тоже обеспечить. Поэтому для кого-то праздник, а для нас это работа. И усиленная работа. Подготовьте постановление о создании краевого штаба. И этот штаб должен быть таким координирующим и обеспечивающим взаимодействие всех правоохранительных органов, в том числе и органов местной власти, жилищно-коммунальных служб, служб скорой помощи. В целом, этот штаб должен понимать, что происходит в той или иной точке станицы района города в период прохождения праздника. И я главы муниципальных образований прошу, чтобы в районах организовали штабы, которые круглосуточно будут работать в период праздников. С 27 апреля все службы переходят на усиленный режим работы. Составлен график дежурств. Места проведения праздничных мероприятий и массового скопления людей будут проверены на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность. 27 по 10 мая включительно график дежурств. И дежурим. И надеемся на то, что наша предварительная работа проведенная, она даст положительный результат. И мы не допустим никаких здесь отклонений. В первую очередь, давайте обезопасим наших людей и обезопасим себя. Организовано дежурство личного состава МЧС, аварийных бригад, коммунальных служб, скорой помощи. В охране общественного порядка вместе с сотрудниками полиции будут задействованы казаки и добровольная народная дружина. В охране общественного порядка планируем привлечь 65 сотрудников полиции по согласованию казачества и ДНД. Все места массовых мероприятий будут обследованы кинологами. У нас есть два расчета технологических, которые работают по взрывным веществам и взрывным устройствам. Александр Николаевич отметил, что все службы должны работать слаженно, при четком взаимодействии, как единый механизм, чтобы у жителей и гостей Белоглинского района остались только положительные впечатления от майских праздников. Тем более, что запланирована обширная культурно-развлекательная программа. Возродилась традиция первомайского шествия трудовых коллективов. Построение колонны от мемориала в 9 утра планируется, в 9.30 шествие выйдет в Центральной площади. В 10 часов начинается поздравление всех жителей с праздником и дальше у нас праздничный, детский праздничный концерт. Вечером потом народное гуляние, будут люди отдыхать, гулять в парке, там будет работать торговля, какие-то аттракционы. И вечером в 18 часов мы уже делаем большой такой праздничный концерт, который проведут наши творческие коллективы из нашего района. Не придется белоглинцам скучать и со 2 по 5 мая. В эти дни на сценической площадке «Ракушка» будут организованы праздничные концерты. Начало в 18 часов. Что касается Дня Великой Победы, накануне, 8 мая, по традиции, запланирован автопробег по местам воинской славы и шествие со свечами. 9 мая в 9.30 бессмертный полк начнет движение от аквапарка до мемориала, где пройдет митинг. В 11 часов состоится театрализованное представление – реконструкция военных действий. В парке будут работать тематические площадки – фронтовая бригада, медсанбат, партизанский отряд, полевая кухня. А вечером в 20 часов праздничный концерт с участием местных творческих коллективов и ансамбля Краснодарской филармонии «Адажо», выступление которых завершится красочным победным салютом. Безопасность во время проведения майских праздников обсуждали и на заседании Общественного совета Белоглинского сельского поселения. На встрече наградили активистов местного самоуправления. Главной темой заседания Общественных советов Белоглинского сельского поселения стала организация и проведение майских праздников. В кинотеатре «Ударник» собрались депутаты, руководители организаций, представители ТОС, казаки, сотрудники пожарной охраны и отдела внутренних дел. Праздничные мероприятия должны пройти организованно, безопасно, без происшествий. Об этом в своем выступлении говорили глава района Александр Коклин и глава поселения Алексей Тубаев. В эти дни значительно увеличивается число краж, грабежей, мошенничеств по отношению к участникам Великой Отечественной войны. Пошли все на Пасху, пошли на родительское, на кладбище. Преступники не дремят. Пришли, дом выстояли, корову отвязали, увели. Речь идет о том, что именно вспышки, вот этот вот всплеск преступлений, таких воровства, именно в эти дни действительно есть такой рост. Поэтому будьте бдительны, внимательны. На что хотелось бы обратить внимание квартальных ТОСовцев. Ветеранов мы будем ездить поздравлять организованно. Глава района, глава поселения, предприниматели, депутаты, руководители социальных. Никто, никакие подарки отдельно дарить, возить не будет. Потому что в эти праздники активизируются преступления именно против участников ветеранов Великой Отечественной войны. Не оставлять домовладения без присмотра. Следить за несовершеннолетними детьми. Многие отправятся отдыхать на природу, где также не стоит забывать о правилах пожарной безопасности и поведения на водоемах. На праздники будет введен, по традиции, особый противопожарный режим, что подразумевает запрет на разведение любых костров, вне зависимости от того, контролируете вы или нет. Ну и также соблюдайте обыденные меры безопасности. Основная масса мероприятий, естественно, будет проводиться на территории райцентра. Составлен график дежурств всех служб. Закреплены ответственные. Завершилось заседание на приятной ноте, церемонии награждения. Благодарственными письмами отмечены активные жители поселения, которые вносят вклад в развитие и благоустройство белой глины. Ольга Николаевна у нас инициатор очень многих идей, взяла на себя повышенные обязательства войти в тройку лидеров ТОСов по итогам этого года и провести освещение на улице Димитрова. Сергеева Валентина Васильевна Председатели ТОС в свою очередь поблагодарили главу белоглинского поселения за взаимодействие, помощь и поддержку органов территориального общественного самоуправления. Пожарной службе России 30 апреля исполняется 370 лет. Белоглинские огнеборцы с размахом отметили свой профессиональный праздник. Поздравить личный состав пожарных частей прибыли первые лица района. Три пожарных автомобиля красовались 25 апреля возле Белоглинского дома культуры. Был задействован весь личный состав пожарных частей района. Люди огненной профессии отмечали 370-летие со дня образования своей службы. Сегодня мы чествуем героев огненного фронта, умеющих покорить стихию, создать заслон разрушительной силе огня, надежду и опору нашего спокойствия и благополучия. Сердечно поздравляем всех представителей этой опасной и мужественной профессии с юбилеем! На праздник пришли почетные гости. Глава Белоглинского района Александр Коклин, главы поселений, руководители предприятий и организаций, ветераны пожарной охраны. Звучали теплые слова и пожелания. К сожалению, не всегда жители понимают о том, что небольшой разожженный костер приносит очень много беды. Но когда они его зажгли, наделали делу, звонят и кричат «помогите!» И каждый из них, как только закончив разговор о том, что «помогите» по телефону, выглядывает по улице пожарную машину. Не понимая о том, что приехать она может, есть время доезда, есть время на то, чтобы людям прибыть к этому месту. И когда вы появляетесь на пожаре, все мы понимаем, что приехали те люди, специалисты, которые знают, как укоротить огонь. Всегда им говорю, что не забудьте сказать этим людям спасибо, потому что они, рискуя жизнью, сегодня выручают вас. Я вам пожелаю, чтобы вы, оказывая помощь людям, всегда домой возвращались целыми, неврегимыми. Вас ждут дома семьи. На праздники лучшие работники пожарной охраны были награждены памятными медалями и почетными грамотами. Медаль 370 лет пожарной охране вручается Ходорову Алексею Александровичу. Это очень почетно, это очень патриотично, сегодня получить вот такую прекрасную награду. Творческие коллективы Дома культуры своими красочными выступлениями украсили праздник. На торжественное мероприятие пожарные пришли целыми семьями. Служба богата на трудовые династии. Я как-то в армию попал пожарный, с войска тоже служил. Ну и с армии пошел сюда и до сих пор работаем. В пожарной охране с 99-го года, ну уже 19 лет почти. Бывает дежурство сложное, но бывает и спокойно проходит. Поздравляю всех коллег с праздником, здоровья, поменьше пожаров и сухих рукавов. Сегодня за безопасность белоглинцев отвечают две пожарные части. 112-я в Белой Глине и 174-я в Станице Успенской. Действует отделение надзорной деятельности. На смену устаревшей техники поступили новые спецавтомобили. Они позволяют оказывать помощь при пожарах и чрезвычайных ситуациях быстро и качественно. За время своего существования пожарная охрана России пережила много разных моментов. Но всегда с честью и долгом выполняла поставленную задачу. Пожарная охрана Белоглинского района сейчас имеет на вооружении необходимую технику и снаряжение для выполнения своих поставленных задач. Личный состав постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. Производится обеспечение пожарной безопасности как на территории района, так и проведение различных федеральных мероприятий. Это и чемпионат мира по футболу, и Олимпиада в городе Сочи, также проведение соревнований «Формулы-1». Помимо литерных мероприятий мы активно участвуем в ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций, как на территории Белоглинского района, так и на территории всего края. Завершился праздник пожарных коллективным фотографированием сначала на сцене Дома культуры, затем на улице у служебного транспорта. Всероссийская акция «Библионочь» в этом году собрала ценителей актерского искусства. Насладиться костюмированным шоу, музыкальными номерами и театральными постановками можно было в Доме культуры поселка Центрального. 16 библиотек Белоглинского района 20 апреля окунулись в волшебный мир театра. Муниципальное мероприятие, посвященное 8-й всероссийской акции «Библионочь», в этом году проходило в Доме культуры поселка Центрального. В фойе работали выставки, мастер-классы и тематические площадки. Саквояж чудесами дарил подарки за участие в викторине. Кукла на ложке учила мастерить поделки из цветной бумаги. В театральной гримерке наносили арт-мейк, а в селфи-зоне можно было сфотографироваться в ярком образе. Праздничное мероприятие работники поселенческого Дома культуры открыли костюмированным музыкальным шоу. Мы рады приветствовать вас на 8-й ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2019». 2019 год объявлен годом театра в России. И я вижу, что сегодня здесь собралось много людей, которые являются истинными ценителями театрального искусства. Участников мероприятия приветствовали начальник управления культуры района Ирина Белявская, глава Центрального сельского поселения Евгений Курленко. Мы рады, что мероприятие с участием коллективов Белоглинского района проходит именно у нас, в стенах обновленного Дома культуры. Хочу пожелать артистам творческих успехов, зрителям приятного просмотра и активного участия в празднике. Разогрел зрителей конкурс театрального мастерства. По заданию ведущих необходимо было показать то или иное действие, тем самым раскрыть свой актерский талант. Вам необходимо нам показать болельщиков на стадионе после забитого гола их любимой команды. Все вместе показываем. Итак, гол! Замечательно! В итоге участники конкурса получили призы. В рамках акции «Библия ночь» также награждены самые активные юные читатели Центральной поселенческой библиотеки. Грамотой награждается Акимов Данил, лучший читатель Центральной поселенческой библиотеки. Клубные системы сельских поселений района подготовили к празднику музыкальные номера. С песнями и танцами выступали детские и взрослые творческие коллективы. Читайте, читайте, творите, мечтайте, найдете удачу в пути. Читайте, читайте, страницы листайте, свой мир открывайте, в нем все впереди. Номера сопровождались театрализованными постановками. Работники новопавловской клубной системы представили отрывок из сказки «Золушка». «Все поручения выполнила, да, матушка?» «Ну, тогда тебя ждет приз!» «Новый список поручений!» «Стоять кругом!» «Других карманов!» «Видишь ли, Золушка, я забочусь о тебе, потому что настоящая девушка должна быть доброй, умной». «Красивой!» «Честной, ласковой!» «Спокойной!» «И спокойной, как я!» После яркого представления зрители переместились в фойе Дома культуры, где их ждало вкусное угощение. «Я была счастлива, что я пришла сюда, потому что все выступали с таким талантливым, я хотела сказать, даже азартом. И всем нам, зрителям, доставили большое удовольствие. Мы, конечно, еще бы хотели, чтобы такие мероприятия проводились у нас». «Все дети, взрослые, которые пришли на нашу библиотечную акцию, я думаю, нашли свое удовлетворение, нашли свое применение и получили удовольствие от этого замечательного мероприятия с российской акции «Библионочь-2019». Интересным и познавательным получилось мероприятие. Тематические площадки работали до позднего вечера, что позволило детям весело и с пользой провести время. Белоглинская молодежь выступает за здоровый образ жизни. Студенты техникума провели флешмоб с призывом быть спортивным и активным. «Все дети, взрослые, которые пришли на нашу библиотечную акцию, я думаю, нашли свое удовольствие от этого замечательного мероприятия». «Здоровье – это круто! Здоровье – это драйв! Здоровый образ жизни скорее выбирай! Наша Родина! Россия! С нами спорт и с нами сила! Пока мы едины, мы непобедимы!» За водилами в этом молодежном мероприятии выступили студенты Белоглинского аграрно-технического техникума. После слоганов и призыва вести здоровый образ жизни, быть спортивными и активными, приступили к репетициям музыкального флешмоба. Студенты показывали движения танца, школьники за ними повторяли. В результате вот что получилось. «Наша путеводная звезда!» Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрели события, факты, комментарии. На сегодня у меня все. Желаю вам хороших новостей и до встречи в эфире.